Сегодня наш рассказ про самые популярные аккумуляторы для электровелосипедов. Это самый оптимальный вариант по соотношению качества и стоимости, поэтому эти виды батареи используются почти во всех велосипедах и автомобилях, а также в различной бытовой технике, инструменте, ноутбуках, мобильной технике. Чаще всего в электровелосипедах используются аккумуляторы литиевые. Форм-фактор или типоразмер у них 18650. 18 это диаметр аккумулятора 18 мм, а 65 это длина 65 мм. Последний ноль обозначает, что эти аккумуляторы круглые в профиле, то есть имеют форму цилиндра. Эти аккумуляторы используют в обычных пауэрбанках, от которых заряжают телефоны и в обычных ручных фонариках. Когда много таких аккумуляторов, мы их называем ячейками, собираются в один большой аккумулятор, то есть сборка, они имеют вот такой вид. Например, эти две аккумуляторные сборки, хотя они выглядят по-разному, на самом деле они абсолютно одинаковые по емкости и по напряжению. Просто здесь в одну линию установлены три ячейки параллельно большой и хорошей емкости, а здесь четыре ячейки, но у них емкость поменьше. Соответственно первый аккумулятор легче, а второй тяжелее и больше по размеру, но суть у них абсолютно одинаковая. Они равны по емкости, то есть объему сохраненной в них энергии, равны по вольтажу и примерно сравнимы по стоимости. Батареи упаковываются вот в такой корпус, чтобы их удобно было закрепить на велосипед. Либо корпус бывает похожий, но в виде алюминиевой бутылки вытянутой блестящей формы. Внутри этого корпуса установлен именно такой аккумулятор. Все свободное место занимают какие-то прокладки из мягкого материала, чтобы батарея там не болталась. Такие корпусы универсальны и чем меньше батарея по емкости, тем больше поролона внутри. Не протестировав аккумулятор вживую, невозможно узнать его реальную емкость. На упаковке может быть написано все что угодно, что не соответствует действительности. Тестеры емкости и других характеристик аккумуляторов стоят достаточно дорого и в этом городе они есть только в нашей мастерской. Каждую устанавливаемую ячейку мы проверяем на емкости сопротивления и все некачественные отбраковываются. Еще один вид аккумуляторов это литий-железо-фосфатные. Это тоже очень популярная модель. У них форм-фактор или типоразмер 32700. То есть в отличие от 18650 они примерно в два раза больше по диаметру. Здесь диаметр аккумулятора 32 миллиметра. И по длине это 7 сантиметров, а у предыдущих 6 с половиной сантиметров. Соответственно если у 18650 емкость бывает максимум 3400 миллиампер часов у самых хороших и качественных, то у этих емкость обычно около 6 в 6500 миллиампер часов. Хотя написано 7000, но по факту немножко поменьше. Также у них разное напряжение, то есть вольтаж. Очень условно говоря у аккумуляторов типоразмера 18650 рабочий вольтаж это 3,6 вольта, а у аккумуляторов типоразмера 32700 рабочий вольтаж это 3,2 вольта. Значит чтобы собрать большую сборку таких аккумуляторов, их нужно больше по количеству. Например если у нас аккумулятор на 36 вольт, то 18650 ячеек нам надо будет собрать 10 штук в одну линию последовательно. Умножаем 3,6 вольта на 10 ячеек и получаем 36 вольт. А ячеек с типоразмеров 32700 нам нужно уже больше. 3,2 вольта при последовательном соединении 11 ячеек дадут только 35 вольт, а 12 последовательно соединенных ячеек дадут 38 вольт. А мы помним, что чем мощнее тем лучше. Поэтому литий-железо-фосфатных аккумуляторов нужно собирать больше штук в одну линию последовательно для получения соответствующего вольтажа. Вот такая аккумуляторная сборка, которая собрана из больших ячеек. Она очень большая, одной рукой я не смогу сейчас ее поднять. Такая аккумуляторная сборка из ячеек типа размера 32700 примерно в 3-4 раза тяжелее, и 3-4 раза больше по размеру, чем сборка собранная из 18650 аналогичной емкости. В собранном виде внутри это выглядит следующим образом. Мы вскрыли пленку с каждой ячейки и обернули ее в специальную высокопрочную желтую пленку дополнительно для изоляции каждой ячейки друг от друга. Этот аккумулятор в сборе очень тяжелый. Он весит больше 10 килограммов. Форма аккумулятора подбиралась под размер рамы велосипеда, в которую он будет установлен. Чтобы собрать аккумулятор из ячеек 32700 вместо ячеек 18650 этих толстых ячеек надо в 3-4 раза больше по количеству. Готовый аккумулятор будет в 3-4 раза больше по размерам, 3-4 раза тяжелее, и 3-4 раза дороже. Но этот вид аккумуляторных ячеек лучше. Например, ячейки 18650 боятся мороза и перегрева. Они имеют некоторый саморазряд, у них достаточно быстро спустя несколько лет падает емкость, они огнеопасны и могут взорваться при повреждении внешнего корпуса. Эти ячейки надо постоянно подзаряжать даже во время хранения. Но они используются намного чаще, так как стоят дешевле. Аккумулятор литий-железо-фосфатный типа размера 32700 не боится ничего из вышеперечисленного и служит очень долго, эти аккумуляторы дороже, но на перспективу, они экономически выгоднее. Их используют значительно реже для электровелосипедов, так как они намного дороже, их надо больше и они тяжелее, поэтому корпуса под них конечно самодельные. Вот корпус под такой аккумулятор, он сделан из алюминия, весит примерно 1 килограмм. Третий вид аккумуляторов это пакеты. Они бывают разной химии, но в основном это литиевые пакеты. Разницы между такими пакетами и 18650 ячейками в принципе никакой нет. Но у него есть еще один большой недостаток к вышеперечисленным, то что пакеты находятся только в пластиковой оболочке, их легче всего повредить. Но этот вид аккумуляторов легче, ведь у него нет металлического корпуса. Этот вариант аккумуляторных ячеек появился, но не очень давно. Он немного дороже, чем 18650, которые находятся в металлическом корпусе. Их сложнее повредить, но за счет этого тонкого корпуса они тяжелее. Когда таких аккумуляторов 30, 40 и более штук, то вес всей сборки получается достаточно большой. Металлическая оболочка ячейки 18650 оборачивается тонкой пленкой для защиты, но эта защита может быть недостаточно. Если аккумуляторы будут плохо закреплены и во время поездок на электровелосипеде начнут болтаться, они могут тереться друг об друга, что может привести к замыканию и пожару. Пакеты обычно очень плотно оборачивают скотчем или упаковывают в пленку, а снаружи защищают различными пластиковыми корпусами, чтобы защитить их от повреждения. Но пакеты самый пожароопасный вид из популярных аккумуляторов. На каждой аккумуляторной сборке находится электронная плата, это БМС, плата защиты контроля, балансировки. Такие платы миниатюрного размера бывают встроенные внутри ячеек 18650. В следующих видео я расскажу про эти платы и подробнее про зарядные устройства для аккумуляторов. Сейчас я просто упомяну, что зарядные устройства бывают разные по размеру и по весу. И мы опять вспомним про правила, что чем больше и тяжелее, тем надежнее и мощнее зарядное устройство. Чем оно дороже, тем быстрее сможет зарядить ваш аккумулятор. В любом случае, когда вы покупаете новый аккумулятор, ячейки или целиком готовую сборку, когда вы покупаете зарядное устройство, то соответствие заявленным характеристикам, емкость, вольтаж вы сможете проверить в только нашей мастерской на специальном электронном оборудовании. Подробнее на сайте VEL69.RU. Субтитры сделал DimaTorzok